всем привет добро пожаловать мою оранжерею ну вот закончились праздники и теперь нужно приступать к работе здесь у меня накопилось конечно вот этой детского садика моего и они требуют уже пересадки чуть больше горшочки сегодня пересажу спатифилум домино чуть побольше горшочек спатифилум пикассо видите какие листочки у него большие ну как варигатность есть такая но это нормально чем больше он будет тем больше будет варигатности и вот вырос видите какой филадендрон кобра ему тоже здесь нам требуется опора и пересадочка тоже в горшочек так как мне нужны эти горшочки вот для этого детского садика это у меня красандра красная которая у нее уже корневая система такая хорошая в горшочке тамарин два штуки я хочу так 2 и посадить горшочек и и песцы она у меня с бутончиками растет все хорошо вот этих друзей пересажу вот эти горшочки ну как я сказала вот этих я посажу вот в эти горшочки ну приступим и немножко расскажу об уходе как я ухаживаю именно за этими растениями ну а тем у кого нет таких растений советую обратить на них внимание здесь у меня приготовлено уже насыпан дренаж во все горшочки дренаж у меня хороший такой слой вот так вот получается грунт использую универсальный добавить туда древесный уголь и перлит и все а и добавлю туда еще удобрение осмокот удобрение осмокот кто не знает что это удобрение это сбалансированное удобрение длительного действия ну а начну со спатифилума домино это просто будет перевалка методом перевалки я его просто сейчас вытряхну ну вот поставила я его горшочек методом перевалки все это делается но я сильно земли не буду насыпать то есть оставлю вот так вот чтобы не было сильно такого знаете перехода пусть он разрастется когда его можно будет потом поднять и вниз земли насыпать лучше потому что углублять тоже не следует землю вот эту вот часть растения корневую шейку она должна быть наверху уход за ним вообще простой я даю грунту все-таки просохнуть наполовину а то может и полностью чтобы не было закисления почвы и это вот я делаю еще обычно зимой потому что зимой сейчас все но не хватает солнца растением хоть и искусственное освещение но это все-таки зима и растение это чувствует но я думаю хорошо поливать я буду конечно аккуратно теплой водичкой я поливаю и сейчас можно уже и подкормки будет наносить но я ему уже положила подкормку хорошую ему этого будет достаточно но все теперь он будет расти и радовать следующий дружочек керамзит здесь у меня уже приготовленный грунт я он такой в принципе рыхлый и он такой универсальный он подходит вообще для всех растений не покупая какие-то специальные грунты у меня все просто красандру я сюда хочу посадить это у меня красная я и все не просто поливала и влажноватый конечно грунт не неудобно ну корневая у него хорошая пенопласт я конечно уберу здесь потому что чтобы не было прения когда одно дело она на дне лежит а когда в середине я почему-то побаиваюсь пенопласт оставлять там потому что на самом деле может создаться эффект прения корней и они просто сгниют и все также добавлю осмокот такой рыхлый грунт получается довольно таки очень хорошо немножко добавлю сейчас дело к весне и растения будут очень хорошо прости ну поливать тоже первое время буду аккуратно так как корневая все равно еще не очень большая мне очень нравится красандра у меня есть оранжевого цвета красандра кусок другой и она вот цветет круглый год если весенне-летние у нее пышное цветение а зимой такое умеренное но она все равно цветет вообще такое растение очень красиво и поэтому я решила себе еще красную красангу развести уход в принципе не отличаются как за той ухаживают так и за этой поливаю по мере пересыхания грунта все и также я и добавила здесь осмокот удобрения но я и все равно еще эффектика поливаю ну конечно может быть раз в месяц чуть-чуть добавляю еще эффект ничего страшного растениям это нравится если кому-то интересно у меня есть видео про красандру можете зайти на мой канал и посмотреть но приступим теперь к следующий следующий у меня спатифилум пикассо красивое растение очень тоже методом перевалки но они у меня совсем как бы и недавно появились осенью корневая хорошая корневая хорошая вот так поставлю и присыплю тоже так же чтобы не присыпать корневую шею растение грунт желательно чтобы был рыхлым воздухопроницаемым спатифилум это очень популярное растение его любят выращивать как и домашних условиях так и в офисах у меня тоже есть видео на канале про спатифилумы у меня просто есть большие спатифилумы тоже если кому-то интересно можете зайти посмотреть а так в двух словах я скажу такое неприхотливое растение но главное полив его не нужно заливать и в то же время его не надо чтобы допустим сильно пересыхала корневая система то есть выбрать золотую середину ну я допустим поливаю по мере пересыхания ну может где-то на дне да и остается какая-то даже не влага а такой влажноватый грунт ну я так уже уже знаю свои растения они любят когда им устраивают теплый душ ну когда душ я устраиваю я вообще чтобы сухой грунт был потому что у меня здесь сразу и полив и сверху как бы листочки обываются вот они такое любят следующее растение иписция иписция у меня это первая красивые очень листья мне нравится конечно и она еще цветет то есть и все это вместе вот смотрится очень эффектно это лиана и и конечно лучше подвесное кашпо но пока она еще не такая совсем маленькая ей вот такой горшочки насыпала керамзит обязательно или тоже рыхлый грунт но у меня как бы я говорю грунт приготовленный он рыхлый он всем этим растениям подходит у растения корневая система хорошая хорошая то есть весной ее как раз можно будет еще пересадить еще разочек чуть побольше горшочек вот отлично просто сейчас пересаживать слишком большой горшок не нужно растения нужно все по мере разрастания корневой системы поливать иписцию нужно аккуратно чтобы вода не попадала на ее листья это может быть даже и фитильный метод полива или в поддон или аккуратно по краю горшочка опрыскивать растения тоже нежелательно но она любит влажный воздух просто можно в поддон наливать водички туда насыпать керамзит и на этот поддон поставить пистолет филадендрон кобра но он конечно он вообще маленький был видите какой так сейчас я тоже насыплю ему земельки ну положила удобрение в почву и тоже методом перевалочки я его вот туда достану сейчас вот так вот корышочки хорошие нарастил себе вообще мне очень нравится филадендроны их конечно очень много всяких разновидностей и все они по-своему хороши у меня за предыдущий год появилась несколько филадендронов в моей коллекции есть видео на канале можете зайти и посмотреть у меня появился филадендрон большой фамбан карамель марбу ну вот этому филадендрончику конечно требуется опора у него вот здесь уже пошли расти воздушные корешочки то есть сейчас я ему посмотрю какую опору поставлю и следующее у меня тамаринт хочу их вместе так и посадить тамаринт я вырастила сама из косточки вот у меня еще третий дружочек я их посажу в одном кашпо потому что с местом проблемы пусть они растут так тоже красиво будет очень нравится мне листва красиво смотрится тамаринда ну и конечно же у него еще и вкусные плоды их можно кстати будет потом переплести по мере роста переплести вот так вот вместе чтобы они росли и будет пышно крона очень эффектно будут смотреться пересадила своих красавцев ну вот сейчас будет здесь новой земельки с удобрением они у меня сейчас конечно пойдут в рост но в этом году у меня очень много предстоит пересадок потому что у меня очень много и бугенвилле я уже говорила которые нужно пересаживать обрезать и пересаживать увидимся в следующем видео